ДИКИНГ В основе дикингов лежит колода строительная механика. Каждый из игроков начнет с одинаковой колоды из 10 карт. 6 карт пива, 2 карты золота и 2 карты викингов-воинов. В процессе игры с помощью этой колоды и других ресурсов каждый игрок будет совершенствовать свое поселение, устраивать набеги на противников, выполнять задания, покупать карты пути Одина и заниматься другими богоугодными делами. Кто в конце игры накопит больше всего победных очков за это, тот и станет настоящим дикингом. Игра разделена на раунды. В начале раунда игроки собирают ресурсы и берут карты из колоды. А потом начинается самое интересное. Давайте посмотрим, чем могут заняться игроки. В фазу действий. Ваше поселение каждый ход производит определенное количество ресурсов. А еще вы можете получать ресурсы с помощью карт на руке. За эти ресурсы вы можете покупать дополнительные карты воинов, укреплений и пути Одина. В конце хода эти карты пойдут в сброс, а когда колода закончится, сброс перемешивается и становится вашей колодой. Такими действиями вы усиливаете вашу колоду. Постройки лежат на планшете деревни игрока и предоставляют постоянные бонусы. Это могут быть дополнительные ресурсы, карты из колоды или какие-то специальные эффекты. Количество построек в поселении ограничено уровнем ратуши. Сама ратуша в это количество не входит. С ростом уровня ратуши увеличивается доступное под строительство места, а ратуша последнего третьего уровня еще и приносит победные очки. А вот и главное развлечение викингов. Игроки могут атаковать с помощью своих воинов постройки других игроков, нежить или дракона. Если суммарная сила атакующих больше или равна показателю защиты цели, атака считается успешной. За успешные атаки других игроков можно получить победные очки. Атака некоторых построек принесет дополнительные бонусы. С помощью карты укреплений можно повысить защиту построек. Если в этом случае вы отобьете атаку, то победные очки получите уже вы, а не агрессор. Атаки по картам нежити и по изображенному на планшете дракону приносят ресурсы. При этом за атаку нежити игрок также получает победные очки. У каждого игрока есть индивидуальные задания. Выполняя такие задания не более одного за ход. Игроки получают победные очки. В начале раунда, если свободна соответствующая ячейка, игрок берет себе новое задание. В свой ход игрок может поменять две фишки ресурса пива на одну фишку золота. Или же две фишки золота на одну фишку пива. Заканчивается раунд фазой хранения, когда игроки могут поместить лишние ресурсы в хранилище. Дальше игроки убирают все жетоны повреждений, убирают в сброс разыгранные карты и карты из руки, и в целом готовятся к новому ходу. Как только один из игроков набирает 40 или 30 очков, в зависимости от количества участников, игра заканчивается. В этот момент игроки могут получить дополнительные очки за выполнение условий на картах достижений. После этого определяется финальный победитель. В одной партии диккингов вы вряд ли увидите сразу все карты из колоды Путиодина, или, например, все карты из могущественной колоды Асгарта. Это гарантирует вам свежие партии и новые впечатления каждый раз, когда вы садитесь играть. Если в ваших жилах кипит кровь, вы знаете, что пиво и золото — это два ресурса, с которыми можно выживать где угодно, а по выходным выходите с друзьями в набеге, то диккинги — это игра для вас. Найти ее всегда можно в фирменных магазинах и на сайте Хобби Геймс. Ссылочка внизу в описании, как всегда. На этом наш обзор закончен. Это был канал Борд Геймс Видео и Семен Пахтеев. Подписывайтесь, жмите колокольчик и разбредайтесь по дракарам и тавернам. Будьте настоящим настольным диккингом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!